За последние сутки 54 пострадавших с различными видами травм обратились за медицинской помощью в связи с неожиданным гололедом. Непредсказуемая одесская зима заставляет горожан быть внимательными на улицах, смотреть не только под ноги, но и на то, что над головой. Главный врач городской клинической больницы номер 11 предостерегает одессит, а в гололед передвигаться по улицам нужно максимально внимательно, чтобы потом не обращаться за помощью к травматологам. За вчерашний день по городу вследствие уличных травм было порядка 54 пострадавших. В 11 больниц обратилось 18, госпитализировано 6. То есть 12 человек оказана амбулаторная помощь, они ушли на амбулаторное лечение. Другими словами, травмы, которые они получили, они требовали стационарного лечения, наблюдения травматолога в условиях стационара с последующим возможным оперативным вмешательством. Что касается видов травм, то в основном это травмы голеностопного сустава, лучезапясного сустава и несколько человек с травмой тазобедренного сустава. В связи с перепадом температур началось таяние снега. Из-за этого на крышах, карнизах и проводах появились сосульки. Некоторые из них могут достигать больших размеров и падая серьезно травмировать человека. Одесситы жалуются, что коммунальщики расчистили только улицы и дороги общего пользования, а о небольших переулках и придомовых территориях никто не подумал. Теперь жителям домов нужно все делать своими силами. Так где ж хорошо, если пройти там нельзя, между домами. Так дорога почищена, а вот я иду между домами, так вообще нельзя. Полный, как вам сказать, лед. Вот я между домами только. А так дороги не знаешь. Там вообще не посыпано и не скользко очень, где проволочки. Вот здесь вот тоже мы прошли, но слава богу, нормально прошли, хотя и не посыпано. Ну вы сами видите, что они не очищены, это как нужно. У нас хотя бы иногда тут посыпали песком, в этот раз что-то вообще. Нет, к сожалению, не очищено. Там с Польска было? Да, да. Тем более у меня больная нога, я шла на процедуры в поликлинику. Сама ученица рисования прекрасно понимает. Детворе говорила всегда, видите, что-то не сделано, берите лопатку, выходите и копайтесь. Продолжение следует...